По поводу функциональности мясорубок, насадки бывают для приготовления колбас и приготовления кибе. Кто из вас знает, что такое кибе? Это такие трубочки, как вот показано на второй картинке, внутрь которых мы можем положить фарш. Итак, давайте с вами посмотрим, как можно вот эти насадки использовать. Берем головку мясорубки, вставляем ее в мясорубку и поворачиваем до щелчка. Затем вставляем шнек. На шнек одеваем две насадки для кибе и заворачиваем гайкой. Сверху одеваем в лоток для продуктов. Можно приступать к изготовлению кибе. Сейчас мы приступим к изготовлению внешнего слоя кибе. Чтобы мясо не прилипало к рукам, руки необходимо смачивать холодной водой. Кибе не стоит делать длинными, потому что их будет сложно начинять. Как внешняя оболочка кибе достигла нужного размера, обрезаем его другой стороной вилки и сразу же начиняем. Кибе лучше делать овальной формы. Вот таким образом работает мясорубка, если мы решили с вами сделать кибе колбаски. Вставляем головку мясорубки на место, поворачиваем ее против часовой стелки до фиксации. Устанавливаем шнек. Затем крестообразный нож. По верху ножа устанавливаем решетку для мелкой рубки. Затем устанавливаем насадку для навивки колбаса и затягиваем гайку. Фарш перекладываем в лоток для продуктов. Берем оболочку. Разматываем. И одеваем насадку. Включаем мясорубку. Редактор субтитров А.Семкин Получились две колбаски. Вот такие замечательные колбаски получаются. Но и это еще не все. Помимо того, что стандартная комплектация, это колбаски и кибе, в мясорубках бывает такое, что встречаются терки, шинковки для того, чтобы можно было нарубить. Ну и еще одна насадка, которую тоже можно встретить в комплектации к мясорубкам. И насадка эта называется шнековая соковыжималка. Сразу хочу сказать, ребят, что яблоки с помощью этой насадки в мясорубке, ну нежелательно. Эта насадка шнековая соковыжималка предназначена для мягких продуктов. Конечно, я вам сейчас продемонстрирую, как делают грушевый сок с помощью этой насадки. Но опять-таки же хочу сказать, что груша здесь не твердая, а мягкая. Если вы хотите сделать томатный сок, томатную пасту, выжать небольшое количество апельсина, мандарина, ягоды, кстати, очень хорошо отжимаются, то для этого предназначена насадка шнековая соковыжималка в мясорубках. Если вы хотите яблочный, морковный сок, сок из редьки, из свеклы или капусты, то лучше брать полноценную соковыжималку. Стоим свежевыжатый грушевый сок с помощью мясорубки VTEC VT3602. Для этого нам потребуется 4 груши. Груши разрезать на 4 части. Собрать мясорубку. Насадку соковыжималку установить на место, повернуть против часовой стрелки до фиксации. В нее вставить пластмассовый шнек. На шнек установить держатель сетки фильтра, таким образом, чтобы фильтр был внизу. Закрыть крышкой и повернуть по направлению close. На лоток выложить груши и выжимать сок на скорость slow. Готовый сок разлить по бокалам. Грушевый сок готов. Приятного аппетита! Еще раз хочу напомнить, что шнековый сок выжималка – это сок с мякотью. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok